Привет! Чаще всего в своих роликах я использую аппаратуру от компании Rode. Сейчас я пишу на петличный микрофон Rode Wireless Go, а позади меня стоит микрофон Rode Mini USB. Два микрофона и ни одних наушников. Это надо исправлять. Сегодня у нас на обзоре новинка от компании Rode и их попытка выйти на рынок профессиональных наушников. Я рад вам представить NT-H100. Наш обзор уже по классике, мы начнем с распаковки. Наушники NT-H100 от компании Rode поставляются в стильно выглядящей коробке. В комплекте присутствует съемный прямой кабель. Длина кабеля практически 2,5 метра, оснащенный разъемом 3,5 мм. Для того, чтобы можно было использовать наушники с большим разъемом, в комплект входит адаптер 3,5 мм с резьбой. Сумка для переноски гарантирует, что все аксессуары можно будет транспортировать из точки А в пункт Б вместе с наушниками, не потеряв их. Сумка также содержит набор идентификационных колец, с помощью которых можно настроить до 4 пар этой модели для лучшего разграничения. Прилагаемые кольца бывают синего, зеленого, оранжевого и розового цвета. Хочу сразу сказать, что как только я это увидел, я сразу понял. Эти наушники для подкастов. 100%. Для закрытия неиспользуемых гнезд подачи можно использовать небольшую резиновую заглушку. Вот за это внимание к мелочам я и люблю компанию Rode. Стиль во всем. Похвально. Конструкция Rode NT-H100 выглядит прочной и надежной. Корпус этих наушников имеет высокую устойчивость к царапинам. А оголовье оснащено кронштейном из пружинной стали. Для большей прочности и стабильности. Визуально эти наушники сочетают в себе знакомую классическую конструкцию и современные элементы дизайна. Это заметно в использовании Rode сдержанных глянцевых надписей на матово-черном фоне. Технически эти наушники позволяют нам подключать кабель как слева, так и справа. Наушники имеют эргономичную форму и оснащены специальной системой закрытия. Бархатистая поверхность для оголовья и сменные амбушюры изготовлены из дышащей синтетической замши Алькантара. Верхний слой покрыт термоотталкивающими гелевыми прокладками, которые должны гарантировать прохладу даже во время длительных сеансов. Пена с эффектом памяти улучшает посадку на голове, а также обеспечивает отличную звукоизоляцию. Драйверы NT-H100 имеют диаметр 40 мм и приводятся в действие мощными неодимовыми магнитами. Используется трехслойная мембрана, центр которой закрыт фазовый проб. Это делается для улучшения как частотной характеристики, так и фазовой характеристики. Вы только вдумайтесь, чтобы обеспечить оптимальное соотношение левой и правой сторон, драйверы подбираются попарно на производстве. Они передают звук в диапазон нечистот от сверхнизких 5 Гц до высоких 35 кГц. С сопротивлением в 32 Ом эти наушники зарекомендовали себя как ультрасовременный инструмент, который также можно использовать с проигрывателями с низким выходом напряжения. Поэтому ничто не помешает использовать эти наушники со смартфонами, планшетами, ноутбуками и, конечно, аудиоинтерфейсами. Кроме того, по словам производителя, NT-H100 может воспроизводить музыкальное звуковое давление до 126 дБ без искажений. Это должно понравиться барабанщикам, которые ищут громкие закрытые наушники для мониторинга. NT-H100 имеют интересную форму, похожую на ухо. На практике они могут показаться тесными для больших слуховых аппаратов. Тем не менее, они хорошо приспосабливаются к форме вашей головы. Алькантара, покрывающая оголовья и амбушюры, удивительно мягкая. Даже спустя долгое время, которое я провел с ними для обзора, я не столкнулся с проблемой потных ушей. Таким образом, эти наушники оказались более приспособлены для длительных сеансов, нежели 770 от BR-динамиков. Но они очень схожи в плане комфорта с MX-50 от аудиотехники. И это при том, что они весят 344 грамма. Давайте переходить к самому интересному. К звучанию. Road рекламирует NT-H100 как наушники с особо точным воспроизведением частот без искажений. Звук, по заявлению, должен быть естественным. Однако эти наушники воспроизводят басы слишком выразительно. Присутствие голоса в среднем диапазоне частот было хорошо выражено, и шипение не было проблемой. Я также обнаружил богатство деталей, которые обещал Road. В сверхвысоком диапазоне NT-H100 показал себя не лучшим образом. Обращая внимание на верхние частоты, сразу хочется сказать, что они полная противоположность BR-динамик. Сигнал не казался сыпучим поверху, и миксы в большей мере звучат закрыто. В итоге аудио имело сравнительно сильный эффект прямо в лицо. Что касается динамики и искажений. Я бы сказал, что NT-H100 хороши. Особенно при высокой громкости, эти наушники достигли своих пределов в верхнем-среднем диапазоне. Когда шипящие певцов не звучали с искажениями и излишним шипением. Если вы снизите верхние, средние и высокие частоты при прослушивании сигналов, у вас больше не будет этой проблемы. Но вы также далеки от обещанного линейного мониторинга. А вот если вы используете эти наушники для мониторинга на сцене или записи на месте, а не для микширования и мастеринга, это не имеет значения. Ну что же, давайте подведем итоги. Лично меня, как вы уже поняли, сильно впечатлила посадка на голове. Из-за высокого подавления внешних шумов, а также частотной характеристики данных наушников, они подойдут для создателей контента, которые готовы полностью погрузиться в процесс, невзирая на внешние факторы. Например, на концерте или подкасте. Нельзя сказать, что они не подходят для записи и сведения. Да, они босят. Но вспомните последний кейс с 700-ми Байердинамиками, которые тоже басили, но нашли кучу поклонников. На этом у меня все. С вами был Влад. Подписывайтесь на канал DJ Shop и на наши социальные сети. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях, на что еще вы хотели бы видеть обзор. Мы обязательно это достанем. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok